Варкрафт и дьявол 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 которые в принципе могут быть интересны только шкалопедам, 3.300. На консоли то же самое наверняка будет стоить все 4. Мне кажется, в нашей стране мало кто готов отвалить за такую игру 2 косаря рубасов. Ну посмотрите, серьезно, еще раз говорю, у нее есть хороший шанс надоесть вам уже через 2 недели. Причем не самого регулярного геймплея. Ну потому что задротствовать тут незачем, да, скорее всего, в общем-то и не захочется. Даже в батле с левелом открываются какие-то стволы, какие-то улучшения для стволов, там раскраска, какой-то обвес дополнительный. А здесь вообще нихрена, ну просто зашел, часик побегал, пиупил, все, вышел дальше, пошел своими делами заниматься. Во всяких мобоиграх прокачка персонажа происходит прямо во время боя. И это имеет ключевое значение, как быстро вы сможете прокачать, сколько вы сможете на фарме денег, и что конкретно вы купите для своего героя. Потому что если у вас там один тип врагов, вам нужны определенные вещи. Если другой, то некоторым персонажам нужны вещи уже немножко другие. Ну в этом, собственно, вся суть скилла, вся суть тактики, вся суть нагиба. А здесь ничего, от боя к бою здесь ничего не меняется. Меняться будут только ники ваших врагов. Вот и все. Ну разве это не говно? Нет, серьезно, если вам эта игра нравится, то всего хорошего, удачи. 2000 рублей во всех магазинах, как говорится, игровых магазинах страны. Заходите, покупайте и удачно вам поиграть. Но я бы лично никогда не отдал 2 кассыря рублей за эту игру. Просто потому, что я бы не стал играть в нее даже за бесплатно. Ну на этом в общем-то все. Что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите и все такое. Субтитры сделал DimaTorzok